Кредитка Тома Хэнкса. Кто ее нашел и смог ничего не потратить? Главный неудачник США и министр обороны Польши, который перепутал микрофон с лампочкой. Об этом и не только в нашем обзоре. В комическую ситуацию попал министр обороны Польши. Во время своего выступления на встрече с военно-начальниками страны Томаш Симоник перепутал микрофон с обычной лампочкой. В итоге политик несколько секунд говорил в лампу, которая светила министру прямо в лицо. Конечно, в это время Симоника никто не слышал. Это видео в сети уже посмотрели почти 300 тысяч человек. В голливудской звезде Тому Хэнксу вернули кредитную карточку. Актер потерял ее в многомиллионном Нью-Йорке. Нашел карту один из жителей мегаполиса по имени Тони. Хэнкс сообщил об этом в Твиттере. Актер написал, мол, спасибо Тони, ты делаешь этот город еще более великим. При каких обстоятельствах кредитка пропала и сколько на ней было денег, Хэнкс не уточнил. США, похоже, определили главного неудачника страны. Житель Калифорнии потерял свой лотерейный билет, по которому выиграл миллион долларов. Розыгрыш состоялся в сентябре прошлого года, и вот теперь истек шестимесячный срок, когда победитель мог забрать деньги. Организаторы лотереи уже распространили видео момента покупки счастливого билета в одном из супермаркетов пригорода Лос-Анджелеса. В итоге мужчина все-таки сообщил о себе, но получить миллион без билета он точно не сможет. Норвежец Кент Карлсон продает дом всего за одну крону. Это 12 американских центов. Недвижимость находится на полярном круге, здание заброшено, и с 1970 года там никто не живет. Прилагается также клочок земли с песчаным пляжем и без единого соседа в округе. Архипелаг, где построен дом, необитаемый. Карлсон отдает недвижимость в надежные руки при одном условии, что покупатель отремонтирует здание. Объявление о продаже мужчина уже разместил на нескольких сайтах. Пересечь Соединенные Штаты пешком намерена 68-летняя британка Рози Свейл Поуп. Женщина стартовала в Нью-Йорке и планирует финишировать в Сан-Франциско к концу года. За это время Поуп преодолеет 5500 километров. Свой марафон пенсионерка посвятила мужу, с которым прожила больше 20 лет. Он умер от рака. Поуп – самая знаменитая возрастная путешественница. Она уже побывала в песках Сахары, в альдах Исландии, в высокогорном Непале, Косово и на Кубе.